Белоснежная скатерть, натертая до блеска бокалы и приборы. Ирина Сагельник сервирует стол, чтобы подать потенциальным клиентам сладкие роллы. Выпускница торгово-экономического колледжа сдаёт экзамен. Перед госкомиссией девушка практически не волнуется. Говорит, страшно было обслуживать только первых клиентов. Пришли женщины. Три женщины сели за четвёртый столик и заказали у нас рыбу по-домашнему. То есть туда идёт картофель по-деревенски, филиминтая, минимум официант должен знать по этому. И они сидели, выпили, у них был день рождения, я их обслуживала на протяжении этого времени. Всё было хорошо, хотя я очень волновалась. Клиенты остались довольны, оставили запись в книге жалоб-предложений, поблагодарили. Хорошая кухня, хорошее обслуживание. Вместе с Ириной квалификацию подтверждают 27 учащихся. На специальность повара-официанта они учились три года. Каждый к этому дню готовился основательно. Ведь в этой профессии важна каждая мелочь. От внешнего вида и настроения до способа подачи и креатива. Здесь оценивается не только правильность выполненной сервировки, но также оценивается техника работы. Насколько правильно они работают с посудой, приборами, соблюдают или санитарно-гигиенические требования. Раскладка буженины в глазури, подача двухцветного супа-пюре и розлив бутафорских алкогольных напитков. Задания для выпускников на экзамене подобраны с учётом требований мировых стандартов, по компетенции ресторанный сервис. Кому-то из ребят необходимо засервировать фуршетный стол под закуску, кому-то под десерт, а кому-то под коктейли. Стопроцентность успеха каждого предприятия общественного питания зависит от официанта, от того, как он встретит, так и будет в дальнейшем развиваться ресторанный сервис. Если мы посмотрим на квалификацию повара, то там успех зависит не только от блюда, а от того, как официант умело презентует данное блюдо, как он обслужит гостей. Обязанность официанта не только встретить и обслужить, но и сделать так, чтобы этот гость вернулся ещё раз. 18-летний Иван Гречкин для экзамена выбрал непростое задание – на повышенный бал. Парень продемонстрировал подачу шампанского на банкете в фуршете в виде пирамиды. Позже Ваня признался, он испугался, когда наклонился в верхний бокал. Чудом не провалил экзамен. Он достаточно уверенно стоял, просто наклонился и дух захватило тем, что сейчас упадёт, это будет неисправимо. Но всё прошло хорошо. Перед первым клиентом, конечно, были трудности, посуда из рук валилась, волнение. Потом как-то я просто влился в эту сферу и ничего необычного. Работал наравне с остальным персоналом. Впрочем, Ваня Гречкин, как и Ира Цагельник – одни из лучших учащихся. Справились с заданием на 9 баллов. Более того, ребята получили повышенный пятый разряд. Теперь впереди год отработки. Выпускники намерены доказать, что официант – это не просто профессия, а целое искусство. Мария Бересневич, Максим Галёнко, Бабруиск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова